Добрый день, следующего дня, посмотрите, какая на улице погода, просто 31 декабря на носу, ой, вот это да, просто, просто вот это да. Вот здесь объезд, но там дальше лужа, а потом налево там это, как я. Мы ищем сейчас более безопасный путь к Тотоме, у нас, ну, как бы традиция, 31 декабря мы отмечаем, и 1 января мы идем на день рождения к сестре папы, к папиной сестре. Вот здесь тоже жесткая смысл, можно ехать, здесь даже почистили трактор. А, да, так маленький, аккуратненький. Ну, здесь хорошо, и на твои нужно ехать. Я почти, вот, вот какое-то фермерское хозяйство, не знаю сейчас, что на ней держит или нет, но мы здесь, по-моему, покупали баранина, да? Баранина мне, ну, мы покупали вот эту. Баранина не держит. Не держит, не держит, а почему? Ну, отказался от них, вот корова. А почему? Ну, плохо и знает. Что-то, может, не выкидывали. Очень мало осталось. Смотрела я же Тайган иногда периодически просматриваю, причем у меня так интересно бывает, что я смотрю какие-то, вот, то есть, то, что я смотрю в Саратове, я не смотрю здесь, а то, что смотрю здесь, я не смотрю в Саратове. И вот, значит, когда сюда приезжаю, почему-то смотрю всегда Тайган, ну, периодически так. Вот, и рассказывал Олег, что, ну, Олег, владелец Тайгана, что раньше они закупали, ну, там же львы у них живут, а львам, оказывается, нужно тонну, целую тонну, представляете? И, пап, представляешь, целую тонну надо в день, в день, на всех львов, на всех львов целую тонну. У меня шок был, когда я услышала, она говорит, ну, они же ездили, по городам закупали, тут, где, сколько скотины нужно. Вот, и он говорит, раньше в какой-то селу не там ездили, там было 300 голов, ну, 300 с чем-то, 330 с чем-то голов, а сейчас осталось 6 голов, потому что вводят какие-то законы, что-то штрафуют за навоз, штрафы за то, за пятое, за десятое, очень невыгодно сейчас держать фермерам хозяйство. Вот, ну, короче, мне так жалко прям об этом даже говорить. Вот, и он говорит, придется, наверное, буйволину, ну, буйволинов, буйволину, наверное, так правильно говорится, заказывать, ну, там, заграничное, да, то есть своего мяса уже как бы и нету, ему даже негде закупать. Вот, ладно, на Львов-то, на людей-то, главное, чтобы хватило мяса своего такого, ни магазинного, ни промышленного, ни обколотого всего, а своего хорошего, без антибиотиков, мяса. Вот здесь копали, ну, дорога вроде более-менее. На разведку едем. Вот здесь вот было вот это вот все поле, вот это вот все поле, вплоть вот до грейдера, вот это вот все было в теплицах. Вот здесь вот раньше были теплицы, большие, огромные теплицы. У меня работала здесь мама, я вот помню сюда приходила к ней на работу. Сейчас смотрю, видите, заделано... Это-то как его? Пастбище, пастбище. Сюда выгуливают, наверное, коров. Огородили, вон, смотрю. Я не позавтракавши. Едем, и вообще бананов очень хочу. Я так-то бананов не особо-то в последнее время я их особо не ем. А это так захотела бананов, их, как назло, нигде нету. Мы объездили в Северо-Всельнёвский магазин, и сейчас вот мы собрались ехать в Жирнос к Папу. Вот канистрочку взял, хотим заправиться. Вот здесь был стадион как-то. Нет, здесь не было стадиона. А, вместо двухэтажек? Да. То есть я это не застала? Нет. А я говорю, здесь не было стадиона. Не было, да. Я в своё детство играл. Обалдеть, вообще. Стадион был. Представляете, как всё меняется? Кто-то палисадничку вот штакетником отбил. Люблю я свою деревню. Не так жалко уже. Никто здесь не живёт, никому ничего не надо, ничего не развивается. Ничего не поднимается. Так что вот так вот. У нас сегодня будет обычный день. Стандартный. Мама просто готовит кролика. Никаких салатов мы не делаем, кроме салата, который под шубой она сделает. Ещё один салат, который мы уже съели. И мы решили прям в такой light, просто в обычном режиме, без вот этой ломоты на столах. Прям буквально поужинаем и всё. И... Не знаю, буду ли бутербродики делать. Может, просто бутербродики сделаю лучше. Креветки не буду делать. Зачем мы кролика и креветки? Креветки на следующий день, после 2 января, сделаем. Ну, то есть, без фанатизма мы в этом году вообще. Пюре, кролика. Может быть, огурчиков, помидорчиков подрежу. И всё. Вот такой вот у нас будет 31 декабря. Обычный ужин. Ехали в какую-то новую пятёрочку. Ни разу здесь не были. Это где Фок? Здесь уже вот, ну, прям практически выезд Жирновска. В надежде на то, что хотя бы здесь будут бананы, потому что заехали опять в нашу Ленёвскую пятёрочку. Там бананов тоже нету. Просто вообще какой-то этот. Нет, мы всё равно заедем ещё в одну пятёрочку. В Магнит ещё заедем. До Победного будем их искать. Вот, а это Фок. Не знаю, бассейн там сейчас есть или нет. Мы хотели как-то съездить туда, в бассейн покупаться. Ну, такой вот Родовой Жирновск. Нефтяной городок. Ранее нефтяной. Это значит по России сбой бананов поставок. Ну, не знаю. Ой, смотрите, как бутылками отделали. Красиво. А у нас по всему Жирновску нету. Ну, это какая-то больница. А, псих... Псих... Неврологический диспансер. Смотрите, какой огромный. Сюда не будешь заходить? Куда? Буду, буду. Без преувеличения. Мы объехали все продуктовые магазины, ну, крупные, Жирновска. И мы нашли в одном единственном магните два банана полузелёных. И полукило, полускисших, я прям там перебирала, перебирала винограда. Вот, поэтому мы с батей перед Новым годом дали этот марафон просто. Просто в каждый магазин заезжали вообще все пятёрочки, все магниты, всё объехали. Сейчас ещё папа хочет по дешёвке заправиться ещё бензинчиком. А чё это моё? Здесь 52-13. Хочешь всё-таки так, что ли? Да, там возьмём. Ну, ладно. Вот, так что мы едем. У меня запас здесь свежего Лукоиловского, тебе могу налевать. А этот, как трактора себе оставлю. Ох... Ох... Я сегодня краситься не буду. Но я буду. И вот в каком виде только голову помоем на завтра и всё. У нас сегодня будет спокойный такой Новый год. Без... Без какого-либо ажиотажа. Красивых одевалок. Какой-нибудь домашний костюмчик одену. И всё. Я в самом телеграм-канале разместила информацию о том, что у меня... Ну, вообще, у меня интересный такой год вот этот вот. Он одновременно и тяжёлый, и одновременно какой-то такой, вы знаете, ну, меняется абсолютно всё. И это не только по моим внутренним каким-то ощущениям, и потому что я там вижу, и потому что происходит вообще, в принципе, в моей жизни, да. Но ещё и вот как бы я сверила свои собственные ощущения с двумя астрологами. И вот ещё на дизайне человека я пойду после 10-го числа. Надеюсь, что всё хорошо сложится, я пойду. Вот. И действительно, у меня ещё идёт такой период. Будет он у меня длиться ни много, ни мало, но много по моим меркам. Вот. Сейчас у меня, слава богу, хорошее такое настроение, хорошее состояние вообще души и тела, можно сказать. И я бы хотела вам сказать в отношении, поделиться в отношении шаблонов. Я написала уже в своём телеграм-канале, у меня есть телеграм-канал, кто не знает, мой личный такой, он, знаете, такой закрытый, куларный, вот, и как бы, ну, такой, там пока тихо и спокойно. И хотелось бы сказать, что, ну, я там написала о том, что у меня отмирают шаблоны даже в отношении Нового года. И как будто бы, вы знаете, в этом году я вышла из эгрегора Нового года у каждого, там, празднику, у каждого, ну, есть такое понятие эгрегор, у каждой религии есть какой-то определённый свой эгрегор. То есть это какая-то энергетическая сила, которая, ну, как бы, заправляет всем этим. То есть какой-то энергетический эгрегор, это какая-то структура такая эгрегориальная, ну, допустим, вот Новый год. Вот, это я так понимаю, это моё личное, как бы, такое представление. Говорят, вот есть, там, эгрегор православия, там, эгрегор, там, ислама, эгрегор, там, ещё чего-то, да. То есть это сбор, ну, как бы, не сбор, это, как бы, совокупность всего, совокупность ритуалов, которые проводятся, совокупность, я не знаю, какая-то энергетика определённая. Даже у религии есть определённая своя энергетика. И, ну, я не буду касаться религии, потому что это такая весьма тема, как это, ну, болезненная для многих. И стоит как-то упомянуть о политике, о религии, как тут уже начинаются споры. Но я поняла, что эгрегоры есть, они даже есть у торговых центров. Ну, допустим, вы любительница ходить в какой-то торговый центр. И вот даже энергетика есть у определённых торговых центров, я не знаю, чувствуете или нет, даже есть определённая энергетика. И вот также у Нового года есть определённый свой эгрегор. И ты либо включён в какие-то эгрегоры, либо нет. Такого, что ты исключён из всех эгрегоров, я не знаю, есть ли такое вообще на свете. существует ли вообще такое когда мы все все равно включены в общие какие-то процессы но все равно мы так или иначе кучкуемся вот эта информация она будет понятна не для всех и сразу как бы это понимаю, подразумеваю потому что у меня здесь приходят на канал не только люди, потому что у меня не просто там духовный какой-то канал а еще и плюс ко всему обычный как это сказать, не современный а светский, поэтому многим, наверное, ну многим некоторые вещи эти будут непонятны, кто со мной давно будут понятны эти вещи и я могу сказать, что я как будто бы вот от этой вот структуры нового года отсоединилась и у меня в этом году у меня какой-то нету включенности, что я обязательно должны мы открыть там, я не знаю бутылку игристого в новый год прослушать речь, там я не знаю, стукнуться бокальчиками и как бы и все, и наступил новый год, у меня даже вот этот 31 декабря, оно ощущается по-другому если раньше было какое-то предвкушение, ажиотаж вот этого 31 декабря, вот этого какого-то дня то сейчас у меня этого нету и я сейчас даже чувствую себя гораздо больше синхронно со своими как бы не представлениями, а какими-то внутренними желаниями блин, я сейчас вам говорю, я говорю, многим это будет непонятно то есть я теперь, для меня в этом году новый год, вот это вот 31 декабря это просто дата она у меня не ассоциируется вообще ну то есть, да, действительно она ассоциируется с новым годом да, действительно, я вижу, что люди там покупают там что-то к новому году да, я покупала тоже сама что-то к новому году но у меня какая-то выключенность есть вот из этого ну как бы сейчас по-простому вам пытаюсь объяснить то есть я чувствую я себя сканирую причем это происходит не особо ну то есть не специально и я вот время сейчас вот на улице я вам сейчас на примере расскажу вот время сейчас на улице 6 часов я не буду краситься я не буду как-то красиво одеваться я просто чувствую, что я хочу в данный момент делать вот я, например, захотела определенного напитка в этот раз я поняла, что я хочу к этому напитку и я к этому напитку объехала сегодня все магазины и то есть я живу как будто бы стала больше жить в моменте здесь и сейчас без планирования на глобальное, глубокое то есть у меня есть все равно какие-то планы там далеко я уже знаю, что я хочу но у меня нету жесткой какой-то привязки и я как будто бы стала лучше себя чувствовать вот в текущем моменте и исходить и строить свои планы исходя из ощущения вот этого текущего момента а что я хочу сейчас? ну что я хочу сейчас? вот мне, я поняла, как-то я не хочу Новый год справлять, красиво одеваться там как-то накручиваться как-то именно садиться в 12 часов там за стол а мне просто вот захотелось как-то вот, я не знаю, вот я сейчас в баньку пришла мы решили, что мы сейчас вот кролика поставим картошку на прям буквально у нас немножечко нарезочек таких даже фруктов будет к игристому на Новый год я даже знала, что я хотела поэтому я гонялась и искала то, что я хотела потому что во всех магазинах закончились цитрусовые есть а вот бананов вообще нигде не было и как-то я понимаю, что я вот, ну, в таком режиме помыла голову сейчас вот пришла здесь принять душ вот, что-нибудь одену даже не знаю, может в халате буду отмечать Новый год мы сядем за стол решили с мамкой сесть захотелось, не решили а захотелось нам сесть часов 8 чтобы уже 8 там начать как бы празднование к 12 мы не будем ждать чтобы открыть игристая вот и я вообще так думаю в 12 часов мы посмотрим салют потому что здесь скорее всего будет хороший тоже салют хорошие фейерверки потому что как-то люди все равно готовятся к Новому году как-то, может быть, экономят, не экономят или, наоборот, излишне тратят на Новый год и как-то ну, то есть я исхожу из ощущений что я хочу не как положено и не как надо а что я хочу как мне хочется что мне хочется то есть, понимаете не как шаблонно нестандартно не как у всех не как многие привыкли а как вот ну, как мне хочется и даже вот я отмечала предыдущие годы да не одна отмечала и я понимала что вот сейчас меня это догоняет и я понимаю что я так не хотела отмечать то есть это не мое желание было я просто подстраивалась под человека вот и да у меня вообще по-другому было мои мечты и желания они вообще ну шли в разрез с там с желанием другого человека и я очень сильно ну, как сказать подстраивалась под желание другого человека но это как бы неизбежно когда ты живешь опять же с кем-то это ну, как бы такой неизбежный процесс а тут вопрос договоренности то есть вот мне то, как я сейчас отмечаю Новый год гораздо лучше это без сравнения с каким-то Новым годом то есть как будто я отсоединилась и даже это объяснить состояние девчонки не могу как будто я бы как будто я от чего-то отсоединилась и как будто я просто я понимаю что вот все ждут Нового года 31 декабря а он ничем мало того что не отличается от другого и этот день он не изменит всю вашу жизнь дальнейшую что вообще 31 декабря по деликатесам то есть я в этом году вообще не стала покупать никаких деликатесов сверх каких-то деликатесов потому что я понимаю что я могу себе там красную икру позволить в течение года и поэтому мне нет смысла там готовить 33 салата которые будут киснуть стоять вот мы с мамкой сделали вчера один салат съели тут же прям совсем сделали вот под шубой сегодня-завтра тоже будем есть пойдем там на 1 января на день рождения на 1 января я сейчас кстати маску себе сделаю увлажняющую смою потому что маски хорошо усваиваются с 8 до 10 вечера вот я как раз там может быть дождусь 8 часов сейчас умоюсь маску нанесу себе вот то есть как-то я даже объяснить вот не могу это свое состояние и оно как будто бы синхронно и в гармонии с моими ну как бы не то чтобы задачами вот я одно поздравление отправила Полине вот и мне оно аж прям со мной понравилось и я каждому какие-то индивидуальные такие вот кто мне написал поздравлялки с Новым Годом я каждому индивидуально написала поздравления зная какие-то особенности человека и вот я и написала что уже не воспроизведу потому что я обычно пишу в потоке я даже не подбираю слова то есть у меня нет такого что я пишу и вымучиваю каждое слово оно у меня идет прям вот как-то льется из меня И вот мне бы хотелось вот самой себе пожелать, вот то, что я и написала, это как-то проживать синхронно с задачами своей души. Что это хлопает? Случайно не открылось? Синхронно со своей душой, чтобы я чувствовала, какие у меня задачи, что я хочу, чтобы я действовала в соответствии с гармонией и синхронизировалась как-то вот синхронно. Я даже в состоянии, я знаю, что я хочу, не всегда можно найти слова, чтобы описать, то есть не всегда хватает в человеческом языке слов, которыми можно описать какие-то определенные состояния. И вот я хочу, чтобы мне это состояние было, чтобы это не было шаблонная жизнь, не как у всех, не так, как надо, как это положено, а чтобы это было синхронизировалось со мной. Ведь каждый человек сюда приходит для чего-то, у каждого человека есть своя определенная задача на эту жизнь. И чтобы я вот жила в соответствии со своей задачей в гармонии и смогла синхронизироваться с тем, что от меня хочет Бог. Вот, наверное, так как-то будет более, не знаю, понятно вам. Вот, так что у меня вот очень интересный такой необычный Новый год. Необычный, что-то когда начинаю говорить, мне кажется, я кричу. Может, вот, надо идти, жарко здесь. Вот, так что вот я хочу вот как-то чувствовать, как сказать, жить в соответствии с чувствованием, с чувствованием. Необходимости чего-то в моей жизни на данный момент времени. Вот, как-то так. И он у меня этот Новый год, он проходит как-то вот спокойно, без надрыва. Как мне хочется. Ну, в соответствии с теми условиями, в которых я в данный момент нахожусь. Поставлено в какие условия. И вот как-то вот, ну вот. 31 декабря я это окончательно осознала. Это всего лишь день. Это всего лишь один день из года. И 31 декабря можно устроить себе в любой день года. Именно по накалу. И это не последний, единственный праздничный день в году. Можно делать по себе праздник каждый день. Как-то так, не знаю. Я просто вот как-то выключилась всё. Из общего вот этого вот. Какого-то процесса. Ну, мне это сложно объяснить. Надеюсь, хоть какая-то маленькая часть того, кто вот меня посмотрел, будет понятным. Тем, кто меня посмотрел, будет понятно. И я уже знаю, что некоторые так живут. И, наверное, бы я каждому пожелала бы вообще просто синхронизироваться с самим собой. Своими ощущениями, со своими чувствами. И вот не быть как все, а вот понимать, что конкретно именно нужно тебе. Что, ну да, что тебе. Что тебе тому, кто смотрит это сейчас видео. А что я хочу? Что хочешь ты? Что ты хочешь? А может быть, ты не хочешь отмечать Новый год со всеми. А может быть, ты просто хочешь провести этот год с 31-го. Просто ночь с 31-го на 1-го января. Не знаю, просто читать книжку. Просто смотреть телевизор. Просто, я не знаю, погулять с собакой. Это может быть любая. А просто уехать, я не знаю, в Таиланд и отметить в Таиланде Новый год. На белом песке. И это может быть какое угодно желание. А может, ты просто хочешь провести этот Новый год. Я не знаю, помогая в приюте для животных, как мне некоторые, например, это посоветовали. И вот это вот как я хочу, оно может быть у всех разное. Понимаете? Оно у всех может быть разное. Сейчас очень популярен, но успешный успех. И я вот как-то смотрела разборы какие-то, таких вот сейчас раскручивают их. Вот мне бы призыв такой к вам большой, ну, хотелось бы донести. Не идите за толпой. Это вот спич последних моих видео. Не всегда там, где массовость, там крутость. Понимаете? И я вот смотрела тоже вот сейчас раскручивают и штук-шоу разные, вы знаете, по типу расстановок Хеллингера проводят. Я не хочу рекламировать этих людей. Вот. И вот спрашивают они, вот ведущие, прям отрывками, кусками. Какая у вас мечта? Зарабатывать миллион месяц. И я сейчас смотрю, у многих вот на первом месте как-то стоит вот этот вот приоритет деньги. Большое количество денег. А в этом не всегда есть счастье. И в большинстве я зачастую в этом нету огромного счастья. Потому что вот это вот счастье своё нужно, ну, чувствовать, понимать, где оно. И я вот ещё до конца сама до этого не дошла. Мне очень хочется к этому прийти. И каждому хочется пожелать этого в наступающем новом году. Чтобы каждый, я ещё раз повторюсь, синхронно жил со своим вот этим чувствованием, со своим предназначением души. Не шли за всеми, не шли за толпой, не шли за достижениями, не гнали за достижениями, глядя. Тем более сейчас у нас очень сильно распиарено успешный успех. В интернете я не говорю, может быть, кому-то действительно хочется выше, больше, сильнее, богаче, популярнее. Но не всем же это нужно. И, возможно, тебе это не нужно. А тебе нужно что-то другое. И поэтому я сейчас не смотрю многих людей. Я не подписана. Я не слежу за жизнью. Я в основном сейчас не слежу за жизнью топовых каких-то блогеров. Или я смотрю жизнь обычных людей. Я наблюдаю. А можно вот так вот. А можно вот так вот. И поэтому меня не создаёт излишнего ажиотажа в моём сознании. Что я что-то... И вот на этом контрасте у меня нету. Я чего-то не достигла. Я чего-то не успела. Я там, не знаю, на джи-жи-фоне может рождаться многое состояние. Я неудачница. Я ещё что-то. Я ещё что-то. И вот начинаешь чувствовать себя. Что я хочу. Это и бич нашего 21 века. Это и интернет. Это и прогресс. Это и прогресс, и бич. Потому что раньше вот мы много чего не видели, много чего не знали. И поэтому у нас было больше. И мы больше опирались на собственные ощущения. А сейчас мы как будто потеряшки. Очень много потеряшек. Потому что всё это мелькает перед глазами в социальных сетях. И тебе уже, ну, ты неосознанно начинаешь сравнивать. И, ну, начинаешь теряться в своих собственных... ...хочушках. Ну, конкретных, что тебе нужно. Ладно, это я уже буду мусолить. Из пустого порожня. Уже 20 минут наговорила. Всего вам хорошего в новом году. Счастья, девчонки. Вообще всё, что себе хотите. Вот всё, чтобы вам было и было во благо. Потому что не всегда то, что мы хотим, хотим нам во благо. А я, кстати, с вами не прощаюсь. Этот день не заканчивается ещё. И сейчас там пойду я. Быстренько прям схожу в душик. И пойду. Не знаю, чем буду заниматься. Чем хочу, тема буду заниматься. Всё. Петёнки на часах 20 минут восьмого. Мы уже садимся кушать. Здесь у нас бутербродики из икры с палтуса. Здесь сыр брит двух видов. Сыр, майонез, чеснок. Кролик. Пюрешечка. Виноградик. Бананы, которые мы просто искали по всем магазинам. Двух разных родов. И помидорка. Всё. Больше ничего у нас нет. Очень бюджетный деревенский стол. Мася, ты вдруг достал. Мась! Ты же корябаешь меня. Он, надо его закрыть где-нибудь. И он, в твою комнату и закрыть его там. На время. Это кислая или ты какой? А чё ты дербинская открыла? Нельзя. Кислая вот эта. Всё, мы уже садимся. Я уже сказала, время 20 минут восьмого. Мы уже за столом. Прям в домашней такой одежде. Надо экран только протереть. Катная. Мы уже посмотрели фильм. Папа уже поспал. Мы вот сейчас налили себе по бокальчику. И всё, идём сейчас смотреть салют. Я посмотрела фильм, очень классный. И идём на улицу. Сейчас, скорее всего, будут бахать фейерверки. У меня, как всегда, закончилась память на телефоне. Завтра мне придётся, когда дня рождения, как-то немножко почистить её. Вот. Так что у нас вообще необычный... Да, мам? Необычный. Необычный, непохожий Новый год. У нас ещё закончилось всё раньше, 12 часов. Не знаю, где-то там на полу, вот, мам, в этом. Капитон спал, спал, спал. Только активность началась на этом. Вон тут как тут. Активность. Где тусовка, там капитон обязательно. Наш самый социальный кот. Никовошеньки нету именно в нашем районе. Мама не захотела выходить. Папку тоже смотрю не очень-то. Вот. Здесь, конечно, у нас не так. Не так и не то. Здравствуйте, наступать можно? Видимо, я ещё в мамкиных этих. Сейчас всё грязь. Ладно, хотя бы на середину этого выйду. Субтитры сделал DimaTorzok. Здесь надо было одевать сапоги, здесь не пройду. Мамка бьет меня. Ой, блин, капец. Все, ладно. Ладно, я постою. Салюты вы увидите в каждом городе, в каждом своем городе. Салюты вы увидите. Салюты вы увидите. Салюты вы увидите.